Друзья, всем большой привет! Представляю вашему вниманию вторую часть воспоминаний американского морпеха о битве за Окинаву. Собственно, в этой части всё и начнётся. Ссылка на предыдущую часть находится в закреплённом комментарии под видео. Также, друзья, я напоминаю, что если вы хотите послушать все 7 часов аудиокниги залпом, то она доступна полностью уже сейчас на моём бусте по подписке 100 рублей в месяц. Желаю вам приятного прослушивания. Следующая часть выйдет через несколько дней. Глава девятая. Отсрочка приговора. «Десант прошёл без боя!» Мы в изумлении глядели на морпеховом траке, которому подплыла наша лодка. «Какого чёрта ты несёшь?» — рявкнул в ответ один из моих товарищей. «Точно говорю! Я не видел ни одного раненого! Похоже, почти все японцы смылись! Только пара мин в воду упала, и всё! Парни выходят на берег в полный рост! Это круче, чем всё, что я видел!» Образы круговерти Пилелиу вспыхивали у меня в памяти. Но на Окинаве мы практически не встречали сопротивления при высадке. Когда мы преодолели своё изумление, все начали смеяться и шутить. Облегчение было незабываемым. Мы сидели на борту десантного отсека Амтрака, пели и обсуждали окружавший нас огромный флот. Не было нужды пригибаться, чтобы уберечься от смертоносных пул и осколков. Это стало и остаётся до сих пор самым приятным сюрпризом за всю войну. Впрочем, вскоре меня осенило, что совершенно не в духе японцев позволять нам без боя выйти на берег острова всего в трёхстах пятидесяти милях от их родины. Они явно замышляли какую-то штуку. Я задумался, что бы это могло быть. «Эй, кувалда, в чём дело? Почему ты не поёшь вместе со всеми?» не осклабился и подхватил припев коричневой бутылочки. «Вот это другое дело!» По мере приближения к острову нам открывался хороший вид на сотни десантных катеров и Амтраков, плывущих к острову. Прямо перед нами мы видели бойцов нашего полка, идущих в разомкнутом строю, словно оловянные солдатики на склоне берега. Они выглядели неспешными и беспечными, словно на учениях. Ландшафт постепенно повышался от берега, и многочисленные маленькие сады и земледельческие участки жителей Окинавы придавали местности вид лоскутного одеяла. Она была прекрасна, кроме тех мест, где почва и растительность были разворочены снарядами. Меня поразил контраст с днём Д на Пелелю. Когда наша волна приблизилась метров на пятьдесят к берегу, я видел, как две вражеские миномётные мины взорвались далеко слева от нас. Они подняли небольшие фонтаны воды и не нанесли никакого ущерба амтракам в той стороне. Больше я не наблюдал вражеского огня во время высадки на Окинаве. От этого первоапрельский день дурака становился ещё более зловещим, потому что все эти многие тысячи первоклассных японских войск должны были находиться где-то на острове, готовясь к бою. Выезжая из воды, мы продолжали осматривать панораму вокруг нашего амтрака без единой мысли об опасности. С грохотом опустилась рампа. Мы спокойно взяли своё снаряжение и сошли на берег. Невдалеке от нас к морю выходила устье реки Бисигава. Небольшая речка обозначала границу между армейскими частями 24-го корпуса к югу от неё и третьим амфибийным корпусом к северу. По нашу сторону от устья, на выступающем в море мысе, не увидел остатки укрепления, где стояло японское тяжёлое орудие, о котором нас предупреждали на инструктаже. Прибрежный утёс на нашем участке был обрушен в подобие террасы высотой в несколько футов, по которой мы легко прошли. Мы продвигались вглубь острова, и я не видел и не слышал никакого японского огня, направленного против нас. Двигаясь в гору, мимо небольших делянок и садов, я мог наблюдать, как бойцы 6-й дивизии морской пехоты направляются к большому аэродрому Йонтан слева от нас. Повсюду царило ликование по поводу высадки без боя, особенно среди ветеранов Пелелю. Наши новички начали отпускать замечания насчёт того, что морской десант — дело несложное. К концу дня Д нам приказали окапываться на ночь. Моё отделение расположилось на небольшом, недавно скошенном пшеничном поле. Глинистая почва легко поддавалась лопате, так что мы вырыли отличную яму для миномёта. Другие два миномёта нашего отделения расположились по соседству. Мы пристрелялись по предполагаемой цели впереди нас парой разрывных мин, затем сложили боеприпасы на ночь. Все ожидали крупной контратаки при поддержке танков из-за открытой местности. Расположившись, некоторые из нас подошли к краю поля и осторожно осмотрели аккуратный, чистый окинавский домик. Он мог бы послужить укрытием для снайпера, но оказался пустым. Когда мы собирались уйти из домика и вернуться на свои позиции, Джим Дендридж, один из наших новичков, наступил на то, что казалось деревянной крышкой на подземной ёмкости для сбора дождевой воды в углу дома. Джим был крупным парнем, а деревянные рейки прогнили. Он провалился, погрузившись почти по пояс. Но дыра оказалась не ёмкостью для воды, а выгребной ямой для нечистот. Когда Джим выкарабкался наверх, он ревел, словно бешеный бык, и вонял ещё хуже. Мы знали, что, возможно, пройдут недели, прежде чем мы получим смену форменной одежды. Так что тут не было повода смеяться над Джимом. Но всё равно мы начали безжалостно над ним подшучивать насчёт его странных пристрастий в выборе места для купания. Джим был добродушным парнем, но его терпение вскоре закончилось, и он погнался за парой наших через поле в сторону позиций. Они хохотали, но сумели от него сбежать. Едва мы вернулись на позиции, как услышали легко узнаваемое жужжание японского авиамотора. Мы подняли глаза вверх и увидели зеро, летящий прямо на нас. Истребитель летел высоко, не пилот, по-видимому, наметил добычу покрупнее, чем мы. Несколько кораблей открыли яростный огонь, а самолёт сделал неспешный круг и затем спикировал. Мотор самолёта взвыл с нарастающей силой, когда пилот Камикадзе направился прямо вниз к одному из транспортов. Мы увидели белый дым, когда он поразил корабль, но это случилось слишком далеко, чтобы мы смогли понять, какой ущерб он нанёс. Войска к этому времени уже высадились, но корабельному экипажу, должно быть, пришлось не сладко. Это был первый раз, когда я увидел Камикадзе, атакующего корабль, но не последний. В спускающихся сумерках мы переключили внимание на наше непосредственное окружение и стали готовиться к ночи. Каждому из нас ранее выдали по маленькой бутылочке, содержащей несколько унций бренди, чтобы противостоять ночному холоду после дня Т. Зная мои ограниченные склонности и способности к выпивке, мои товарищи начали попытки выбросить у меня мою долю бренди. Но после захода солнца я так замёрз и подумал, что, возможно, бренди меня немного согреет. Я сделал глоточек и немедленно заключил, что индейцы, говоря об огненной воде, определённо имели в виду бренди. Я сменял свой бренди на банку персиков. А затем вытащил полевую куртку на шерстяной подкладке и надел её. В ней было в самый раз. В течение ясной, холодной ночи мы ждали японской атаки. Но всё было тихо. Никакого артиллерийского огня, ни изредка ружейная или пулемётная стрельба. Разительный контраст с грохочущим, сокрушительным хаосом в день Д на Пелелю. Когда около полуночи Снафу разбудил меня, потому что настала моя очередь нести вахту, он вручил мне наш автомат Томми. Я не помню, как, где и когда мы раздобыли Томми Ганн, но Снафу и я по очереди носили его и миномёт на Пелелю и Акинаве. Пистолет был отличной штукой, но только на короткой дистанции, так что мы очень ценили наш Томми. Через несколько минут на вахте я заметил что-то, что показалось мне человеком, крадущимся по краю тени, отбрасываемой деревьями. Я напрягал глаза, смотрел боковым зрением, вертел глазами туда и сюда, но не мог наверняка опознать в тёмном объекте человека. Чем усерднее я всматривался, тем больше я был уверен. Мне показалось, что я могу различить японское форменное кепи. Это не был морпех, потому что никто из наших не размещался там, где находилась эта фигура. Это, по-видимому, был вражеский лазутчик, поджидающий своих товарищей для сбора перед нападением. Я не мог быть уверен в призрачном свете, стрелять или рискнуть. Мои зубы начали стучать от холода и нервов. Я медленно поднял Томми, поставил переключатель на автоматический огонь и тщательно прицелился в нижнюю часть фигуры, чтобы не стрелять поверх цели, когда Томми даст отдачу. Я нажал на спуск и выпустил короткую очередь из нескольких пуль. Из ствола брызнуло пламя, и серия выстрелов разорвала тишину. Я самонадеянно поглядел поверх прицела, ожидая, что японец будет сбит наземь ударами тяжёлых пуль 45-го калибра. Ничего не произошло. Враг не двинулся. Все вокруг спрашивали шёпотом, «В чём дело? Что ты видел?» Я сказал, что мне показалось, что я заметил японца, притаившегося в тени. На нашем участке были враги. Вскоре мы услышали крики на японском, пронзительный вопль «Ниппон-бонзай», затем неразборчивое бормотание и очередь одного из наших пулемётов. Наступила тишина. Когда занялся рассвет, в первых тусклых лучах солнца выяснилось, что мой лазутчик был небольшим снопом соломы. Мои товарищи ещё несколько часов подшучивали насчёт того, что ветеран Пилелю подстрелил соломенного японца. Марш через остров. 2 апреля 1-я дивизия морской пехоты продолжала своё наступление к противоположному берегу острова. Мы продвигались, а наши самолёты пролетали у нас над головой. Но не стреляли, потому что впереди не было замечено никаких организованных японских подразделений. Все задавали один и тот же вопрос. «Где эти чёртовы японцы?» Нам встречались отдельные, разрозненные группы, начинались перестрелки, но основные японские силы исчезли. Утром я увидел двух мёртвых японских солдат, которые, по-видимому, были наблюдателями и сидели на большом безлистном дереве, когда их убило подготовительным артиллерийским огнём. Один из них повис, зацепившись за сук. Его внутренности висели на ветках вокруг, словно гирлянды на рождественской ёлке. Другой солдат лежал под деревом. Ему оторвало ногу, которая лежала с другой стороны дерева, а гетро и штанина были по-прежнему аккуратно надеты на неё. Помимо их обезображенного состояния, я отметил, что оба солдата были обуты в высокие кожаные ботинки, подбитые гвоздями. Это был первый раз, когда я увидел у японцев обувь такого типа. Все враги, что я видел на пилелю, носили брезентовые таби на резиновой подошве с отделённым большим пальцем. Нам встречались окинавцы, преимущественно старики, женщины и дети. Японцы завербовали всех молодых мужчин в рабочие, а некоторых в солдаты, так что мы их почти не видели. Мы отправляли гражданских в тыл, где их помещали в лагеря для интернированных, чтобы они не могли помогать врагу. Это были первые гражданские, что я встретил в зоне боевых действий. Они выглядели жалко. Самое прискорбное в окинавцах было то, что они были совершенно ошарашены нашим вторжением и боялись нас до смерти. Бесчисленное множество раз они проходили мимо нас в тыл со страхом, смятением и замешательством на лицах. Почти все дети были миловидными, с живыми лицами. У них были круглые мордочки и темные глаза. У мальчиков волосы были коротко обрезаны, а у девочек их блестящие угольно-черные локоны были подстрижены в каре по тогдашней японской детской моде. Дети завоевали наши сердца. Почти все у нас отдавали им все конфеты и пайки, что нам удалось сэкономить. Они быстрее избавлялись от страха перед нами, чем старшие люди, и доставили нам немало поводов для смеха. Один из самых забавных эпизодов, что мне довелось наблюдать, состоялся при участии двух окинавских женщин и их маленьких детей. Нам приказали остановить движение и взять десяточку, сделать десятиминутный привал, прежде чем продолжить наше скоростное продвижение к противоположному берегу острова. Моё отделение остановилось возле типичного окинавского колодца, построенного из камня и имеющего форму водоёма примерно двух футов глубиной и четырёх футов в поперечнике. Вода стекала, журча с каменистого склона. Мы смотрели, как две женщины и их дети пьют воду. Они казались обеспокоенными и, несомненно, боялись нас. Но жизнь предъявляет свои требования. Так что одна из женщин села на камень, небрежно откинула верхнюю часть кимоно и начала кормить своего малыша грудью. Пока она кормила ребёнка, а мы наблюдали за ней, второй ребёнок, лет четырёх, играл с её сандалиями. Пареньку это быстро надоело, и он начал донимать свою мать, требуя внимания. Вторая женщина была занята со своими маленькими детьми, так что от неё помощи не было. Мать что-то резко говорила своему надоедливому ребёнку, но он начал карабкаться прямо через малыша и помешал ей кормить. Мы наблюдали с большим интересом, как, рассердившись, мать вытащила грудь изо рта младенца и направила её в лицо его капризному брату. Она сдавила грудь, как при дойке коровы, и пустила струйку молока ребёнку в лицо. Испуганный ребёнок изо всех сил разревелся, вытирая в глазах молоко. Мы все взвыли от смеха, катаясь по земле, держась за бока. Женщина подняла глаза, не понимая, от чего мы смеёмся, но тоже улыбнулась, потому что напряжение спало. Маленький получатель молока перестал плакать тоже заулыбался. «Собирайтесь, мы выдвигаемся!» Передали приказ по колонне. Пока мы взваливали на плечи наше оружие и боеприпасы, историю передавали вдоль колонны ко всеобщему развлечению. Мы прошли мимо двух улыбающихся матерей и ухмыляющегося ребёнка, а его лицо было по-прежнему вымазано молоком его матери. Быстро продвигаясь к восточному побережью, мы проходили по местности, чрезвычайно пересечённой, с крутыми подъёмами и глубокими оврагами. В одном месте несколько гряд холмов пролегали поперёк нашего маршрута наступления. С трудом взбираясь по одной стороне каждого холма и спускаясь по другой, мы устали, но были счастливы, что японцы покинули эту местность. Она идеально подходила для обороны. Во время другого привала мы потратили весь отдых, спасая окинавскую лошадь. Животное застряло в узкой затопленной дренажной канаве футов четырёх глубиной. Лошадь не могла ни выбраться, ни двинуться вперёд или назад. Когда мы в первый раз приблизились к ней, она задёргалась туда и сюда, закатывая глаза от ужаса. Мы успокоили её, подсунули пару пустых пулемётных лент ей под брюхо и вытянули её из канавы. Потому что уроженцы Техаса и любители лошадей сбежались со всего батальона, протянувшегося по долине и окружающим её холмам. Городские смотрели и подавали бесполезные советы. Когда мы вытянули лошадку из канавы, она стояла на неверных ногах, пока с неё стекала вода. Затем встряхнулась и направилась к травяной лужайке. Едва мы успели смыть грязь с пулемётных лент, как нам передали приказ двигаться дальше. Мы не успели отдохнуть на том привале и устали, но были довольны, зная, что маленькая лошадка не погибнет от голода, увязнув в канаве. Прохладная и ясная погода смягчала наше продвижение по пересечённой местности. Те из нас, что имели опыт службы в тропиках, чувствовали себя так, как будто прибыли из парной. Холмы и горы на Окинаве были преимущественно глинистыми, но сухими, и мы не скользили и не падали с нашим тяжёлым грузом. Повсюду росли сосны. Я и забыл, какой восхитительный аромат издают сосновые иглы. Также мы видели цветущие лилии. Завершая первое задание первой дивизии морской пехоты — разрезать остров надвое, мы достигли восточного побережья в местности, покрытой болотами и чем-то вроде пресноводных хранилищ. Вдали виднелся залив Чиму-Ван. Мы прибыли днём 4 апреля, опережая график на 8-13 дней. Наше быстрое продвижение стало возможным, разумеется, только из-за очень разрозненного противодействия. Эти первые дни дались нам слишком просто. Нас озадачивало то, что делали японцы. Мы знали, что японцы не собираются сдавать остров безяростной затяжной битвы. И нам не пришлось долго ждать, чтобы узнать, где находился враг. В тот же день распространились слухи, что армейские части встречаются со всё более упорным сопротивлением, пытаясь двинуться на юг. Мы знали, что рано или поздно мы окажемся там, с ними, в самой гуще. Мы также узнали, что одноимённая с нами рота из седьмого полка морской пехоты попала в засаду чуть севернее нас, близ деревни Хизаонна, и потеряла трёх человек убитыми и двадцать семь ранеными. Таким образом, несмотря на относительную лёгкость, с которой наша дивизия прошла через середину острова, японцы по-прежнему были там и по-прежнему наносили потери морской пехоте. Патрули. Едва мы прибыли на побережье залива Чиму-Ван, как получили приказ выходить. Мы направились вглубь острова, в местность, изобилующую небольшими долинами и крутыми холмами, где мы расположились удобным лагерем и поставили двухместные палатки. Это больше походило на учения, чем на войну. Мы даже не рыли ячейки. На западе виднелся вдали аэродром Йон-Тан. Первый раз за те пять дней, что прошли с высадки, пошёл дождь. На следующий день наша рота начала патрулировать территорию вокруг нашего лагеря. Нам не нужны были миномёты из-за рассеянного характера вражеского сопротивления. Сложив миномёты в палатки, чтобы уберечь их от непогоды, наши миномётчики служили в патрулях стрелками. Мак, наш новый командир миномётного отделения, возглавлял первый патруль, в котором я участвовал. Нашей задачей было проверить назначенную нам зону на признаки вражеской деятельности. Бёрджин стал патрульным сержантом. С ним я чувствовал себя гораздо спокойнее, чем с Маком. Ясным, холодным утром мы двигались по открытой местности, шагая по хорошей, вымощенной камнем дороге. Нас окружали прекрасные, живописные виды. Я почти не видел следов войны. У нас был строгий приказ не стрелять, кроме тех случаев, если мы заметим японцев или явно враждебных окинавцев. Никакой пальбы по курам и никаких упражнений в стрельбе. «Мак, куда мы идём?» спросил кто-то перед выходом. «Хизаоно!» ответил лейтенант, не моргнув глазом. «Господи Иисусе, это то место, где Ротакай седьмого попала ночью в засаду!» сказал один из наших новичков. «Ты хочешь сказать, что нас всего несколько человек, и мы будем патрулировать это место?» «Да, Хул, ты прав», ответил Бёрджин. «Мы прозвали крупного с квадратной челюстью чикагского парня хулиганом в честь знаменитых банд Джона Диллинджера и других во времена сухого закона». Услышав наш пункт назначения, я отреагировал так. Я протянул свой томиган другому парню, которого они отправили в патруль, и сказал, «Вот, держи, не хочешь вместо меня?» «Ха, чёрт из два!» ответил тот. Вскоре мы отправились в путь. Ветераны имели обеспокоенный вид. Новички вроде Мака выглядели беззаботно. Из-за странного отсутствия сопротивления некоторые из новичков начинали думать, что война не такая уж скверная штука, как им говорили. Некоторые из них даже попрекали нас за преувеличенные рассказы об ужасах и трудностях Пилелю. Служба на Окинаве в апреле была такой лёгкой для первой дивизии, что новичков ввело в заблуждение ложное ощущение благополучия. Мы их предупреждали, когда дерьмо влетит в вентилятор, будет ад. Но они всё больше укреплялись в уверенности, что ветераны втирают им очки. Мак тоже не помогал делу со своими объявлениями во всеуслышание, как он возьмёт свой кабар в зубы, а сорок пятый в руку и пойдёт на японцев, едва кого-нибудь из парней подстрелят. Апрельская срочка приговора начинала убаюкивать даже ветеранов, навевая благие мечтания и ощущения ложной безопасности, хотя мы знали, что почём. Однако вскоре нашу идиллическую прогулку в то замечательное апрельское утро нарушил элемент ужасной реальности войны, которая притаилась в ожидании где-то на этом прекрасном острове. Рядом с ручейком ниже уровня дороги лежал словно уродливое клеймо войны труп японца в полном боевом снаряжении. С нашей точки зрения труп выглядел словно пряничный человечек в каске, с ногами согнутыми, как будто он бежит. По-видимому, он был убит не так много дней назад, но в течение апреля мы проходили мимо этого ручья много раз и видели, как гниющие останки постепенно разлагаются, превращаясь в почву Окинавы. Я был рад, что продуваемая ветром дорога со свежим, сладким ароматом сосновых игл располагалась достаточно высоко, чтобы мы могли определить присутствие мёртвого тела лишь глазами. Во время патрулирования близ Хизаонны мы проходили по местам, где рота Ка седьмого полка попала в засаду несколькими сутками ранее. Повсюду валялись мрачные свидетельства упорного боя. Мы находили многочисленные тела убитых японцев, лежащие там, где они упали. Окровавленные бинты, брошенные части обмундирования и пятна крови на земле указывали на места, где были ранены морпехи. Пустые патронные гильзы валялись там, откуда морпехи вели огонь. Я ясно помню Окинавскую тропу, пересекающую невысокий пригорок, где колонна морпехов была, по-видимому, атакована с двух сторон. На тропе валялись пустые коробки из-под пулемётных лент, патронные обоймы для винтовок М1 и гильзы от карабинов, брошенные форменные куртки, гетры и бинты, несколько больших пятен крови, к этому времени превратившиеся в тёмные пятна на земле. Неподалёку, по обеим сторонам от тропы, лежали в беспорядке около двух десятков мёртвых вражеских солдат. Смотреть на эту картину было всё равно, что читать страницу из исторической книги. Морпехи понесли потери, но нанесли гораздо больше урона атакующим японцам. Мы не видели ни одного мёртвого морпеха, их всех унесли подкрепления, которые пришли на помощь Роти Ка и помогли ей выбраться из засады. Глядя на разбросанный вокруг тропы военный мусор, я был поражён необычайным контрастом. Окинавцы возделывали землю древними и примитивными способами, но пришла война, она принесла новейшие и совершеннейшие технологии убийства. Это казалось безумием, и я осознал, что война была каким-то видом заболевания, поражающего людей. Благодаря своему опыту на пилелию, я бессознательно начал ассоциировать войну с удушающе жаркими, выметенными огнём берегами, душными мангровыми болотами и грубыми зазубренными коралловыми кряжами. Но там, на Окинаве, болезнь разрушала место, прекрасное, словно пасторальный пейзаж. Я понял, что моя бабушка на самом деле имела в виду, когда в моём детстве говорила мне о том, что проклятие сошло на землю, когда юг был захвачен после гражданской войны. Когда мы с одним моим товарищем осматривали местность, Бёрджин приказал нам проверить затопленный участок дороги поблизости. Затопленный участок имел длину около 30 ярдов и футов 10 глубиной. Берега были крутыми и обрывистыми. Над краями росли плотные кусты, так что мы могли видеть лишь небо над головой и поднимающуюся вверх дорогу впереди и позади нас. Когда мы прошли вдоль затопленной дороги, примерно до её середины, выстрелы из карабина прогремели оттуда, где остались Бёрджин и Мак. «Засада!» прохрепел мой товарищ, ветеран с послужным списком, тянущимся от мыса Глостер. Мы инстинктивно пригнулись к земле, и я поставил палец на предохранитель своего Томми. Поспешив к краю впадины в направлении выстрелов, мы вскарабкались наверх и осторожно выглянули из-за кустов. Мы оба знали, что у нас не было ни шанса, если бы нас прижали в этой похожей на канаву дороге, где нас можно было подстрелить сверху. Моё сердце колотилось, и, выглядывая, я чувствовал себя ужасно одиноким. Мак стоял там, где мы его оставили, посередине пастбища, спокойно целясь из карабина куда-то себе под ноги в какой-то предмет, которого нам не было видно. Мы с моим товарищем переглянулись в изумлении. «Какого чёрта?» прошептал он. Мы выбрались из затопленной дороги и направились к Маку, который снова выстрелил из карабина в землю. Остальные участники патруля с опаской сбегались к нам, они выглядели испуганными, полагая, что мы попали в засаду. Бёрджин стоял неподалёку от Мака, глядя на того с неприязнью. Когда мы подошли, я спросил Мака, куда он стрелял. Он указал мне на землю и показал свою мишень, нижнюю челюсть какого-то давно умершего животного. Мак сказал, что просто хотел посмотреть, сможет ли он выстрелом выбить из челюсти какой-нибудь зуб. Мы глядели на него, не веря себе. Мы были всего лишь патрульной группой из дюжины морпехов за несколько миль от своей части с приказом не стрелять, кроме как по врагу, в местности, где повсюду валяются убитые японцы, а наш лейтенант забавляется со своим карабином, словно ребёнок с воздушкой. Если бы Мак был рядовым, весь остальной патруль засунул бы его головой в ближайший колодец. Но наша дисциплина была строгой, и мы лишь стиснули зубы. Бёрджин сделал несколько тактичных замечаний, чтобы напомнить Маку, что он офицер, командующий патрулём, и что враг может наброситься на нас в любую секунду. На это Мак разорался, цитируя различные учебные пособия насчёт правильного поведения личного состава во время патрулирований. Мак не был глупым или неспособным. Он, казалось, просто не понимал, что идёт смертоносная война, и мы не участвуем в соревнованиях между колледжами. Как ни странно, он ещё не достиг совершеннолетия. Он оказался достаточно способным, чтобы окончить курсы кандидатов в офицеры морской пехоты. Непростая задача. Но временами он выкидывал очень странные поступки, которые можно ожидать лишь от подростка. Как-то раз во время другого патруля я видел, как он изо всех сил старается устроиться со своим карабином возле японского трупа. Заняв нужное положение, Мак тщательно прицелился и выстрелил пару раз. Мёртвый японец лежал на спине со штанами, спущенными до колен. Мак усердно старался отстрелить трупу к головку члена. Ему удалось. Когда он возликовал над достигнутой целью, я в отвращение отвернулся. Мак был достойным, аккуратным человеком, но оказался одним из тех, кто, по-видимому, не чувствует границ под огрубляющим влиянием войны. Хотя к тому времени он вряд ли побывал в бою. У него была одна отталкивающая, непристойная привычка, от которой воротило даже самых закалённых и бывалых бойцов, что я знал. Когда кто-либо из морпехов ощущал необходимость помочиться, он просто отходил в кусты или где-нибудь останавливался и делал своё дело без шума и церемоний. Но только не Мак. При возможности этот джентльмен по решению Конгресса отыскивал японский труп, вставал над ним и мочился ему в рот. Это была самая отвратительная вещь из всего, что на моих глазах американцы делали на войне. Мне было стыдно, что он служил офицером морской пехоты. В первой половине того прекрасного апреля в нашей счастливой маленькой долине, пока ветераны, не переставая обсуждали, не веря себе, отсутствие боёв, нескольким из нас довелось увидеть вблизи истребитель «Зеро». В одно ясное утро после неспешного завтрака из пайков несколько наших от нечего делать взобрались на возвышенность, огибающую нашу долину, чтобы поглядеть на авианалёт на аэродром «Йонтан». Никто из нас в тот день не получил назначения в патруль и никто из нас не взял с собой оружие. Мы нарушили фундаментальный принцип пехотинца «Всегда держи своё оружие при себе». Глядя на авианалёт, мы услышали звук самолётного мотора справа от себя. Мы повернулись, посмотрели вниз на большую долину под нашей горой и увидели приближающийся самолёт. Это был «Зеро», летящий над долиной к нам, параллельно нашей горе и на её уровне. Он двигался так медленно, что казался ненастоящим. Безоружные, мы глазели на него, словно зрители на проходящий мимо парад. Он находился от нас не более чем в тридцати-сорока ярдах. Мы могли разглядеть каждую деталь самолёта и пилота, сидящего в кабине под колпаком. Он повернул голову и пристально посмотрел на нашу маленькую компанию, разглядывающую его. На голове у него был кожаный лётный шлем, очки сдвинуты на лоб, куртка и шарф на шее. В тот миг, когда пилот «Зеро» увидел нас, его лицо исказило самая злобная ухмылка, что я когда-либо видел. Он выглядел, как классический японец из мультфильма, с торчащими зубами, раскосыми глазами и круглым лицом. Он скалился, словно кот, а мы стали для него мышками. Мы были мечтой любого пилота-истребителя, вражеская пехота на открытой местности, никакой зенитной артиллерии и ни одного самолёта, чтобы нас защитить. Один из моих товарищей пробормотал озадачено, когда самолёт пролетел слева от нас. «Вы видели, как этот ублюдок на нас скалился? А пидор косоглазый, и где моя винтовка?» Всё произошло очень быстро, и мы все были так ошеломлены видом самолёта, пролетающего на уровне глаз, что мы почти позабыли о войне. Но японский пилот не забыл. Самолёт качнулся, задрал нос, чтобы набрать высоту, и пошёл на разворот за следующей горой, скрывшись из виду. Было ясно, что он возвращается, чтобы нас смести. Тут трудно было бы уцелеть. Не было видно никакого спасения для нас. Едва мы повернулись, чтобы бежать вниз по склону в поисках укрытия, как снова услышали звук авиационного мотора. Но этот раз это не было жужжание на низких оборотах, орёв самолёта, несущегося на полном газу. Зеро промелькнул мимо нас, улетая в долину в том направлении, из которого он впервые показался. Он по-прежнему летел на уровне глаз и очень спешил, словно за ним гнался сам дьявол. И дьявол стал нашим спасителем, прекрасный маленький корсар. Пилот этого чудесного корсара висел у японца на хвосте, и оба они скрылись из виду за вершинами гор. Самолёты мчались слишком быстро, чтобы мы могли разглядеть лица пилотов, но я уверен, что, завидев корсар, императорский лётчик утратил свою мерзкую хмылку. Во время патрулирования в апреле мы обследовали многочисленные окинавские деревни и фермы. Мы много узнали об обычаях и жизненном укладе этого народа. Особенно симпатичными мне показались окинавские лошади, прямо как мохнатые крупные пони. Окинавцы использовали узду такой конструкции, какой я раньше никогда не видел. Она состояла из двух кусочков дерева, удерживаемых на месте верёвками. Деревяшки, размещенные по обеим сторонам конской морды, имели форму буквы «Ф». Они были вырезаны из тонковолокнистого коричневого дерева и имели толщину примерно с большой палец взрослого человека. Короткий кусок верёвки скреплял деревяшки спереди, а верёвка поверх головы животного удерживала их на месте по бокам, чуть выше углов рта. Две короткие верёвки в задней части деревяшек сливались в одну. Когда кто-то тянул за эту единую верёвку, деревяшки мягко сжимались по бокам конской морды над ртом, и животное останавливалось. Это устройство представляло собой комбинацию узды и поводьев, без необходимости в удилах во рту лошади. Меня так заинтересовала кинавская узда, что я снял одну такую с лошади, которая была у нас несколько дней, и заменил её верёвочными поводьями. Я намеревался послать деревянную узду домой. Я помню, что яркий кусок красной верёвки соединял передние концы деревянных деталей, и положил её себе в рюкзак. Однако после первого мая становилось всё более сомнительно, что я вообще когда-нибудь попаду домой, а моё снаряжение становилось всё более тяжёлым по мере того, как грязь становилась глубже. К сожалению, я выбросил узду. Мы здорово привязались к лошади, которую подобрало наше отделение. И она, похоже, не возражала, когда мы взвалили ей на спину пару сумок с минами для миномёта. Когда в конце апреля подошло время расставаться с нашей маленькой лошадкой, я снял верёвочную издичку и дал лошади кусок пайкового сахара. Я гладил её мягкую морду, пока она отгоняла хвостом мух. Она повернулась, выбежала на травяной лужок и принялась щипать травку. Напоследок она искоса посмотрела на меня. Мои глаза увлажнились. Однако, как не горько мне было расставаться с ней, это было к лучшему. Ей предстояло жить в мире и безопасности на склонах этого зелёного, залитого солнцем холма. Мы, будучи цивилизованными людьми, были обязаны вскоре вернуться в хаос преисподней со снарядами, пулями, страданиями и смертью. Всё чаще слышались скверные слухи о трудностях, с которыми столкнулись армейские части на юге Окинавы. По ночам с нашей возвышенности я видел вспыхивающий и мерцающий свет на южном горизонте. Иногда доносился едва слышный грохот. Никто об этом особо не говорил. Я безуспешно пытался убедить себя, что это просто грозы, но я знал, что это. Это были вспышки выстрелов и рёв орудий. Удачный десант 13 апреля в США было 12 апреля мы узнали о смерти президента Рузвельта. Ничуть не интересующейся политикой, бьющейся за свою жизнь, мы, тем не менее, были огорчены смертью нашего президента. Мы также с любопытством и опаской ожидали, как преемник Рузвельта, Гарри Трумэн, будет вести войну. Нам определённо не хотелось видеть в Белом доме кого-то, кто продлил бы её хоть на день больше необходимого. Вскоре после новости о смерти Рузвельта нам сказали готовиться к выходу. Среди личного состава росли опасения. Мы подумали, что приказ означает неизбежное попадание в ад на юге. Но это напротив оказалась десантная операция на один из восточных островов. Мы узнали, что Ротика предстоит высадиться на острове Такабанаре и что там может не оказаться ни одного японца. Мы были настроены в высшей степени скептически. Но до того времени Окинава была для нас странной битвой и могло произойти всё, что угодно. Наш батальон погрузился на грузовики и направился к восточному берегу. Мы сели в Амтраке и двинулись в залив Чиму-Ван в короткое путешествие на Такабанаре. Остальные роты нашего батальона выдвинулись к другим островам из этой группы. Мы высадились, не встретив сопротивления, на узком, чистом, песчаном берегу с огромным скальным массивом слева от нас. Скалистый утёс выглядел скверным предзнаменованием. Но он был господствующей высотой, с которой фланговый огонь мог бы прочесать весь берег. Но всё сложилось благополучно, и мы быстро прошли весь остров, не встретив ни одного вражеского солдата. После того, как мы пересекли остров и ничего не нашли, кроме нескольких гражданских, мы вернулись к месту высадки и заняли оборонительные позиции. Моё отделение расположилось на склоне крутого скалистого холма, с которого открывался вид на берег. Наш миномёт удачно разместился среди камней, так что мы могли обстреливать берег и подходы к нему со стороны залива. Небольшой эскортный миноносец стоял на якоре у подножия скалы. Корабль стоял там во время нашей высадки и оставался в те несколько дней, что мы провели на Такабонаре. Мы чувствовали себя важными персонами, как будто у нас был свой собственный флот. Погода стояла хорошая, так что приятно было спать на открытом воздухе. У нас почти не было никаких заданий, кроме как быть наготове для отражения возможных вражеских попыток занять остров. Я писал письма, читал и обследовал местность вокруг наших позиций. Некоторые морпехи доплывали до корабля и поднимались на борт, где моряки встречали их, угощали горячей едой и давали сколько угодно горячего кофе. Мне достаточно было валяться под солнцем на прохладном воздухе и есть пайки. Мы покинули Токабанаре через несколько дней и вернулись в наш лагерь на Окинаве. Там мы продолжили патрулирование острова. Чем ближе был конец апреля, тем чаще слышались слухи и скверные новости о ситуации, в которой очутились армейские части. Повсюду звучали разговоры о нашей отправке туда. Наш страх нарастал с каждым днём и наконец мы получили приказ 1 мая двигаться на юг, чтобы сменить 27-ю пехотную дивизию на правом фланге 10-й армии. В последние дни апреля некоторые наши офицеры и унтеры съездили на юг, чтобы оценить боевые позиции, которые нам предстояло занять. Они подробно рассказали нам всё, что видели, и это звучало не особо многообещающе. «Там, парни, дерьмо влетело в вентилятор. Японцы лупят из пушек из миномётов и из всего, что у них есть», сказал бывалый сержант. «Парни, они палят из ножных миномётов так же часто и густо, как мы стреляем из М1». С нами провели инструктажи, выдали патроны и пайки и сказали собирать снаряжение. Мы скатали половинки палаток и упаковали вещи, чтобы оставить их в батальонной коптёрке. Первое мае выдалось пасмурным и холодным. Мы, несколько миномётчиков, развели костерок во впадине на склоне холма, чтобы согреться. Из-за мрачной погоды и приближающейся отправки на юг мы все были подавлены. Мы стояли вокруг костра, доедая последний завтрак, прежде чем отправиться на юг. Огонь весело потрескивал и приятно пахло кофе. Я нервничал, и мне страшно не хотелось покидать нашу маленькую долину. Мы побросали наши последние коробки и обёртки в огонь. Местность должна остаться чище, чем когда мы прибыли, и несколько человек двинулись собирать вещи. «Граната!» завопил мак, и мы все услышали хлопок взрывателя. Я видел, как он бросил осколочную гранату в нишу за костром. Граната взорвалась со слабым хлопком. Осколки просвистели возле моих ног, разбросав искры и палки из костра. Мы все были ошеломлены, и не в последнюю очередь сам мак, но никого не задело. Я едва не получил ранения на миллион долларов, это было бы Божьим благословением в свете того, что ожидало нас впереди. Бойцы, которые как раз отходили от огня, должны были быть неминуемо ранены, потому что они стояли прямо напротив ниши. Все взгляды обратились к нашему неутомимому лейтенанту. Он покраснел и бормотал что-то нескладное насчет того, что вышла ошибка. Мак решил, что прежде чем мы пойдем к грузовикам, было бы весело нас разыграть, так что он устроил хорошо всем знакомый номер. Выковырял заряд взрывчатки из осколочной гранаты, вкрутил взрыватель обратно в пустую лимонку и подбросил ее в середину группы людей. Обычно после хлопка взрывателя шутник с садистским наслаждением мог поглядеть, как все бросаются в укрытие, ожидая, что сейчас запал прогорит и граната взорвется. По его собственному признанию, маг оказался недостаточно аккуратным. Большая часть заряда осталась в гранате, он выковырил его лишь частично. Как следствие, граната взорвалась с изрядной силой и разбросала вокруг осколки. К счастью, маг бросил гранату в выемку на склоне. Если бы он бросил ее на открытое место, большая часть минометного отделения роты Кан была бы выведена из строя своим собственным лейтенантом еще до того, как мы добрались до юга. Маку повезло, что командир роты не видел его дурацкой шутки. К сожалению для нас. Хорошее начало для очередной битвы. Глава десятая. В бездну. Мы погрузились на грузовики и поехали по пыльной дороге на юг. В этой центральной части Окинавы мы сначала проезжали многочисленные лагеря войск обслуживания и огромные склады вооружений и припасов, покрытые камуфляжной сеткой. Затем мы проехали несколько артиллерийских позиций. По кучам пустых гильз мы поняли, что стрелять им пришлось немало. А по многочисленным воронкам, выбитым в полевой траве, можно было судить, что японцы вели обильный контрбатарейный огонь. В каком-то безымянном месте мы остановились и сошли из грузовиков. Меня наполнял страх. Мы выстроились в одну колонну, по правой стороне узкой коралловой дороги, не пошли на юг. Впереди мы слышали гром и грохот вражеских снарядов и мин, треск пулеметов и хлопки винтовок. Наши собственные снаряды со свистом пролетали на юг. «Соблюдай дистанцию в пять шагов!» Мы шли молча. Каждый был наедине со своими мыслями. Вскоре нам встретилась колонна людей, идущая нам навстречу по другой стороне дороги. Это была армейская пехота из 106-го полка 27-й пехотной дивизии, которую мы сменяли. Скорбные выражения их лиц говорили о том, где они побывали. Они были измучены до смерти, грязные и страшные, с пустыми глазами и осунувшимися лицами. Я не видел таких лиц с пелелю. Пока они проходили мимо, один высокий долговязый парень поймал мой взгляд и сказал слабым голосом. «Морпех, там впереди ад!» Нервничая из-за того, что ждало нас впереди и слегка задетый тем, что он мог принять меня за новичка, я ответил несколько раздраженно. «Да, я знаю, я был на пелелю». Он поглядел на меня пустым взглядом и пошел дальше. Мы подошли к невысокому пологому холму, где ротака должна была занять позиции. Шум становился громче. «Соблюдать дистанцию в пять шагов! Не скучиваться!» закричал один из унтеров. Минометному отделению приказали сойти с дороги влево в разомкнутом строю. Я видел, как снаряды рвутся между нами и холмом. Сойдя с дороги, мы оборвали нашу родственную связь с мирной долиной на севере и снова погрузились в бездну. Пока мы бежали через открытое поле, японские снаряды всех видов визжали, выли и ревели вокруг нас с нарастающей чистотой. Грохот и рёв разрывов был кошмаром. Камни и земля сыпались сверху каждый раз, когда разорвавшийся снаряд оставлял в земле воронку. Мы бежали, пригибаясь так быстро, как только могли, к нашему месту на пологом склоне и бросались на земь, задыхаясь. Морпехи бежали и ползли, а солдаты потоком текли мимо нас, отчаянно пытаясь выбраться живыми. Начали слышаться крики медикам и носильщикам. Даже несмотря на то, что я был озабочен своей собственной безопасностью, я всё равно испытывал жалость к измотанным в боях сменяющимся солдатам, пытающимся не оказаться убитыми в эти критические минуты, когда они выбираются со своих позиций под огнём. Японский ружейный и пулемётный огонь слился в сплошной шум. Пули щёлкали и хлопали над головой. Обстрел усиливался. Вражеские артиллеристы пытались застигнуть солдат на открытой местности, чтобы нанести максимум урона нашим войскам, бегущим на позиции и с позиций. Их обычная практика, когда какая-либо наша часть сменяла другую на позициях. Это был ужасающий хаос, я был страшно перепуган, и на лицах моих товарищей явно читался страх, когда мы бежали к невысокому склону и принялись срочно окапываться. Это был шок. Утром покинуть тихую, прекрасную местность, чтобы днём погрузиться в оглушительный, смертоносный, стальной ураган. Высаживаясь на берег Пелелю и пересекая аэродром, мы готовили себя принять удар. Но потрясение от обстрела первого мая на Окинаве после отсрочки в виде спокойного апреля выбило нас из равновесия. У страха много граней, и я не преуменьшаю своего страха и ужаса в тот день. Но была разница. Я уже стал боевым ветераном Пелелю. Когда первый приступ страха прошел, я знал, чего ждать. Я был смертельно напуган, но не близок к панике. Опыт научил меня, чего ожидать от вражеских пушек. Ужасная боязнь, что я могу запаниковать, ушла. Я знал, что любой из нас под обстрелом может лишь прижаться к земле и молиться, и проклинать японцев. Раздавался латунный, металлический звук маленьких 50-миллиметровых ножных минометов, и облачка грязного дыма возникали вокруг нас. Мины 80-миллиметровых минометов рвались с грохотом по всему холму. Уи-бах! Высокоскоростных снарядов 47-миллиметровой пушки, которые разрывались рядом с нами, едва мы успевали услышать их виск. Они создавали впечатление, что японцы стреляют из пушек так же часто, как мы стреляем из винтовок. Более медленный, ревущий, воющий звук 75-миллиметровой артиллерии казалось, преобладал над остальными. Ну а затем слышался рев и грох от огромных вражеских 150-миллиметровых гаубичных снарядов и бубух от их разрывов. Это было то, что бойцы называли большим дерьмом. Я не помню, чтобы когда-нибудь слышал их в смятении и страхе Пелелю. Радиус поражения у этих крупнокалиберных снарядов имел устрашающие размеры. К этому шуму добавлялись свисты вой нашей пролетающей над головами артиллерийской поддержки. Было слышно, как наши снаряды взрываются за холмом над вражескими позициями. Шум от стрельбы из ручного оружия с обеих сторон сливался в безумный хаос грохота и смятения. Мы находились чуть ниже вершины пологого участка холма. Он был футов десять высотой в левой части участка нашей роты. Мы со снафу начали рыть минометную яму, а подносчики боеприпасов отрыли двухместные ячейки. Копать мягкую глинистую почву Окинавы было легко. Роскошь после коралловых скал Пелеллиу. Едва мы начали окапываться, как пришли ужасные новости о растущих потерях нашей роты. Самым большим ударом было известие о том, что рядовые Низ и Уэстбрук погибли. Мы все их любили и восхищались ими обоими. Уэстбрук был новичком, дружелюбный и кудрявый блондин, один из самых молодых женатых бойцов в подразделение. Я думаю, ему еще не было двадцати. Говард Низ был хоть и молодым, но бывалым морпехом с послужным списком, тянущимся от мыса Глостер. Многие бойцы придерживались суеверия относительно шансов на выживание в третьей кампании. Многие считали, что к этому времени удача иссякает. Я слышал эту мысль от ветеранов Гуадал-канала, которые выжили на Глостере, не затем боролись с тяготами на пелелю. У Говарда просто закончилось везение, вот и все. Ни черта не бывает такого, чтобы какому-нибудь парню вечно везло и нигде его не задело. Мрачно заметил ветеран Глостера, который присоединился к Роте-Ка вместе с Низом двумя кампаниями ранее. Мы тяжело приняли новость об их смерти. В добавление к стрессу этого дня она настроила нас на злобный лад, пока мы окапывались. На кого мы должны были выплеснуть свою злость, не имея возможности стрелять по врагу? Большинство из нас закончили окапываться, когда мы вдруг обратили внимание, что наш боевитый лейтенант по-прежнему яростно роет. Он рыл глубокую одноместную ячейку, выбрасывая своей лопаткой непрерывный поток земли. Хотя снаряды по-прежнему летели на нас, но на нашем участке огонь немного ослаб. Но Мак продолжал забуриваться в землю. Я не знаю, кто это начал, но думаю, что это Снафу напомнил Маку о его излюбленном обещании атаковать вражеские позиции и едва кого-нибудь из наших парней заденет. Как только начались подшучивания, несколько наших ветеранов к ним присоединились и принялись энергично подбадривать Мака исполнить свое обещание. Вот теперь Низ Уэстбрук убитая. Не пора ли взять кабары сорок пятый и надавить на японцев, а, Мак? спросил Снафу. Мак не прекращал рыть, он лишь ответил, что ему надо окопаться. Я сказал, что могу одолжить ему свой кабар, но другой боец возразил с притворной серьезностью. Нет, кувалда, вдруг он не сможет тебе его вернуть. Парни, когда маг попрет на Нипов, он там очистит поляну, и война считает, что выиграна, сказал кто-то еще. Но маг лишь ворчал и не выказывал никакого намерения наступать на противника или перестать рыть. Он рыл словно барсук. Наши насмешки, казалось, его не задевали. Мы на его звание, но так ему и надо было, за его бахвальство и глупости, что он городил с того дня, что присоединился к Роте. «Маг, если ты зароешься еще немного глубже, тебя привлекут за дезертирство», сказал еще кто-то. «А вот мне мамочка все время говорила, что если я вырую достаточно глубокую яму, то попаду в Китай. Может быть, если ты будешь долго рыть, то доберешься до Штатов и все проползем домой, а, маг?» поступило замечание с ухмылкой. Маг слышал нас, но оставался совершенно равнодушен к нашим комментариям. «Трудно поверить, что мы и впрямь разговаривали подобным образом с офицером морской пехоты, но это было так, и это было весело, он заслужил каждое слово». Когда маг наконец вырыл достаточно глубокую ячейку, то принялся укладывать поверх ямы деревянные рейки от снарядных ящиков, оставив лишь небольшое отверстие, через которое мог пробраться вовнутрь. Затем он накидал шесть дюймов земли поверх досок. Мы сидели в своих ячейках, наблюдая за ним и за обстрелом справа от нас. Когда он закончил строить над своей норой крышу, которая превратила ее фактически в небольшую землянку с ограниченной видимостью, маг забрался внутрь и с гордостью осмотрел свою работу. До того он был слишком занят, чтобы обращать на нас свое внимание, но теперь он подробно объяснил нам, как доски с насыпанной землей должны защитить его от осколков. Джордж Саррет, которого не заинтересовала лекция, вскарабкался по невысокому склону на несколько футов и выглянул через вершину посмотреть, не движутся ли впереди вражеские войска. Он выглядывал недолго, потому что японец на следующем холме заметил его и выпустил очередь из пулемета, которая едва не задела Джорджа. Когда вокруг защелкали пули, Джордж одернулся, потерял равновесие, скатился вниз по склону и приземлился на крышу землянки Мака, провалив ее внутрь. Перепуганный разбрасывая в стороны доски и землю словно черепаха, выбирающаяся из кучи мусора. «Ты сломал мою землянку!» пожаловался Мак. Джордж извинился, а мне пришлось прикусить губу, чтобы не рассмеяться. Все остальные хихикали и ухмылялись. Мы больше никогда не слышали от Мака ничего насчет натиска на японцев с кабаром и пистолетом 45-го калибра. Тот вражеский обстрел имел одно позитивное следствие. Он развеял показную удаль Мака. Мы подготовили позиции к ночи и поели пайки, насколько удалось с желудками, закрученными в узел. До нас доходили новые подробности о потере Низа, Уэстбрука и других убитых и раненых. Мы сожалели о потере любого американца, но когда это оказывались близкие друзья, это ужасно угнетало. Они стали лишь первыми из тех, кто вошел в длинный печальный список, прежде чем нам предстояло выбраться из боя спустя 50 адских дней. До наступления темноты мы узнали, что на следующее утро по всему фронту готовится крупная атака. Из-за плотного японского огня обрушивающегося на нас с тех пор, как мы заняли позиции, нас пугала перспектива идти в прорыв. Один унтер-офицер сказал нам, что наша цель достичь Асатагавы, речки примерно в полутора тысячах ярдов к югу от нас, которая тянулась вглубь острова, к востоку возле деревни Докеси. Сквозь дождь встал мрачный рассвет. Мы были полны опасений, но также и надежд. Вдоль позиции раздавалась стрельба из ручного оружия, и несколько снарядов пролетели ранним утром в обоих направлениях. Дождь временами утихал, и мы ели пайки. На складном карманном треножнике, что нам выдали, я подогрел чашку кофе с помощью таблетки стерна. Мне пришлось прикрывать ее, чтобы огонь не залила дождем. Пока секунды медленно ползли к 9.00, наша артиллерия и корабельное орудие наращивали темп стрельбы. Дождь лил, и японцы приняли вызов нашей артиллерии. Они начали выпускать в нашу сторону больше снарядов, многие из которых пролетали над нами далеко в тыл, где стояла наша артиллерия. Наконец, мы получили приказ открыть огонь из наших минометов. Наши мины разрывались в низине впереди нас. Наши пулеметы открыли нешуточный огонь. Ко времени начала атаки наши артиллерия, корабельное орудие и минометы усилили огонь до небывалого уровня. Снаряды выли, визжали и ревели над головой. Наши взрывались впереди за холмом, а вражеские взрывались на нашем участке и в тылу. По всему фронту нарастал шум. Дождь лил, как из ведра, почва размокла, и мы все время поскальзывались, суетясь вокруг минометной ямы, подтаскивая и складывая боеприпасы. Я поглядел на часы, было 9.00. Я склотнул и начал молиться за своих товарищей в стрелковых взводах. «Минометом прекратить огонь и ждать команды!» Мы были готовы вести огонь или, по первому слову, схватить миномет и двигаться вперед. Некоторые из наших стрелков перелезли через вершину холма, чтобы наступать. Шум и без того громкий перерос в оглушительное безумие. Стрелки едва поднялись из своих ячеек, как ураган вражеского огня с фронта и левого фланга загнал их обратно. То же самое произошло с батальонами справа и слева от нас. Звук стрельбы множества пулеметов слился в сплошной, непередаваемый грохот на фоне гула и грохота артиллерии. По всей линии хлопали винтовки, а японские пули щелкали над невысоким холмом позади того места, где мы залегли. Мы выпустили несколько фосфорных мин, чтобы укрыть наших отступающих бойцов. Едва мы услышали прекратить огонь, как какой-то морпех пробежал мимо по грязи на склоне, крича «Там парням нужны носильщики из минометного отделения!» Я и еще трое минометчиков бросились бегом закричавшим. Под хлопанье и щелканье пуль над головой мы пробежали около сорока ярдов, держась чуть ниже вершины холма. Мы вышли к дороге, прорезающей возвышенность футов на восемь ниже вершины. Один офицер сказал нам стоять позади него, пока мы не получим приказ выйти и принести раненого. Это было то самое место, где Низа и Уэстбрука убило из пулемета днем ранее. Японские пули свистели и жужжали над дорогой, словно сквозняк из открытого окна. Два стрелковых отделения Роты Ка бежали назад к нам, возвращаясь после прерваной атаки. Они мчались по дороге мелкими группами, поворачивая направо или налево, едва проскочив выемку в склоне. Невероятно, но никого не задело плотным потоком пуль, летящих сквозь выемку. Я хорошо знал большую часть этих бойцов, хотя новичков не так хорошо, как ветеранов. У них были безумные глаза, и потрясенное выражение на лицах явно говорило, что эти люди едва проскочили через странную арифметику случайности. Они сжимали свои М1, Браунинги, Томми-Ганы и падали в грязь, чтобы отдышаться, прежде чем направиться вдоль склона к своим прежним ячейкам. от проливного дождя все происходящее казалось еще более невероятным и страшным. Мне страшно хотелось, чтобы нам не пришлось выходить на эту дорогу за раненым. Мне было стыдно за эти мысли, потому что я знал совершенно точно, что если бы я сам лежал там раненый, мои товарищи морпехи не бросили бы меня. Но я не видел способа кому-либо пройти туда и вернуться под столь интенсивным огнем, поскольку большая часть наших войск уже вернулась, японцы могли сосредоточить свой огонь на носильщиках и раненых, как я уже видел на Пелелио. Они не давали никакой пощады медицинскому персоналу. Сержант-комендор нашей роты Хэнк Бояс был последним, кто проскочил через выемку. Он наскоро пересчитал бойцов и объявил к моему глубочайшему облегчению, что все сумели выбраться. Раненых принесли на другом участке фронта, где пулеметный огонь был не таким плотным. Бояс был потрясающим человеком. Он кинулся вперед к бойцам прижатым огнем к земле и бросил несколько дымовых каранат, чтобы прикрыть их от японского огня. Он вернулся с дыркой от пули в своем форменном кепе, он не носил каски, и еще одной в штанине. Его ронило в ногу осколками от мины из японского ножного миномета, но он отказался покинуть строй. Офицер сказал нам, что мы не потребуемся как носильщики и можем возвращаться на свои места. Когда мы бегом бросились к своим минометным ямам, снаряды продолжали свое плотное движение туда и сюда, но поток пуль ослаб после того, как все наши бойцы укрылись за холмом. Я запрыгнул в яму, и мой временный заместитель поспешил к своей яме. Мы скорчились в своих ячейках под проливным дождем, проклиная японцев снаряды и погоду. Вражеские стрелки осыпали участок нашей роты снарядами, чтобы предупредить повторную атаку. По цепочке передали новость, что все наступавшие части морской пехоты понесли значительные потери. Так что на следующий день мы не будем предпринимать никаких действий. Это нам пришлось в самый раз. Яростный японский обстрел продолжался еще некоторое время. Мы все были подавлены из-за неудачи нашей атаки и по-прежнему не знали, скольких людей мы потеряли. Эта неизвестность всегда давила на любого из нас после наступления или перестрелки. Из оружейной ямы, где скопилось несколько дюймов воды, мы видели мрачную картину. Дождь превратился в сплошную стену, что сулило новые невзгоды. На грязных полях мы видели своих промокших товарищей, одиноко скорчившихся в своих грязных ячейках, пригибающихся так же, как и мы каждый раз, когда поблизости грохотал снаряд. Так я в первый раз познакомился с грязью на войне. И это оказалось гнуснее, чем я мог себе представить. Грязь в лагере на Павуву была досадной мелочью, грязь на учениях была неудобством, но грязь на поле боя — это бедствие, которое невозможно описать. Мне приходилось видеть фотографии войск в грязи в Первую мировую войну. Солдаты, конечно, улыбались, если кадр был постановочным. Если же не был, то на лицах всегда стояло то самое отчаявшееся, годливое выражение, то выражение, которое я начал понимать. Воздух был прохладным и влажным, но я благодарил Бога за то, что мы не столкнулись с этой бедой в Европе, где в ячейках было не только мокро, но и невозможно холодно. Обстрел наконец утих, и на нашем участке настала тишина. Мы сидели в своих ячейках и ворчали насчет дождя. Влажный воздух сделался тяжелым из-за химического запаха разорвавшихся снарядов. Вскоре мы увидели слева от нас команду носильщиков, несущих раненого под дождем. Вместо того, чтобы повернуть влево за холм, где стояли мы, или направо за следующий холм, носильщики двигались прямо в тыл между двумя невысокими холмами. Это была ошибка, потому что мы знали, что японцы могут обстреливать этот участок. Когда носильщики приблизились к укрытию в виде нескольких деревьев, японские стрелки слева от нас открыли по ним огонь. Мы видели, как пули разбрасывают землю и шлепаются в лужи воды вокруг носильщиков. Четверо носильщиков прибавили ходу на скользком поле. Но они не могли двигаться быстрее, чем быстрым шагом, иначе раненый мог выпасть с носилок. Мы попросили разрешения выпустить 60-миллиметровую фосфорную мину, чтобы поставить дымовую завесу. Мы находились слишком далеко, чтобы бросить дымовую гранату и скрыть носильщиков. Запрос был отклонен. Нам не разрешалось стрелять вдоль линии фронта из-за вероятности поразить свои войска. Так что мы лишь беспомощно наблюдали, как четверо носильщиков пробирались через грязное поле, и пули ссыпались вокруг них. Это было одно из тех тяжелых, душераздирающих зрелищ, которые, казалось, стали правилом на войне. Бойцы пытаются спасти раненого товарища. Враги стреляют по ним так часто, как только могут, и остальные совершенно бессильны прийти на помощь. Наблюдать подобную сцену было хуже, чем самому оказаться в опасности. Это было сплошное мучение. Чтобы облегчить свою ношу, четверо носильщиков побросали все свое личное снаряжение, кроме винтовок и карабинов у них на плечах. Каждый из них держал ручку носилок одной рукой, а другую отставил в сторону для равновесия. Четыре головы в касках повисли, словно у вьючных животных под ударами кнута. Промокшая дождя и забрызганная грязью, их темно-зеленая форма жалко свисала с их тел. Раненый лежал неподвижно на узких брезентовых носилках, вручив свою жизнь борющейся четверки. К нашему горю двое носильщиков, идущих позади, поразила очередь пуль. Они выпустили рукоятки носилок. Их колени подломились, и они упали лицом вперед на грязную землю. Носилки уткнулись в землю. Бойцы вокруг меня издали вздох, который тут же сменился криками радости. Двое морпехов с другого конца носилок бросили их, перевернулись и поставили раненого между собой. Другой рукой каждый из них поддерживал раненого носильщика. Под наши ликования все пятеро, помогая друг другу, доковыляли до укрытия в кустах, а пули по-прежнему взбивали грязь вокруг них. Я испытывал облегчение и восторг из-за их спасения, сравнимый лишь с еще более глубокой ненавистью к японцам. До наступления темноты мы получили информацию, что ротик на следующий день предстоит снова выдвигаться вперед. Дождь постепенно утихал и затем прекратился, а мы вели свои мрачные приготовления. Получая патроны пайки и воду, я видел, как неподалеку собрались офицеры и унтры нашей роты. Они стояли или сидели на корточках вокруг командира, тихо разговаривая. Старшим был, очевидно, командир нашей роты. Он отдавал приказы и задавал вопросы. Старшие унтрофицеры и офицеры-ветераны, слушая, стояли с серьезными, иногда озабоченными лицами. Мы, рядовой состав, наблюдали за их знакомыми лицами, пытаясь определить, что для нас готовится. Лица лейтенантов-новичков отражали иное настроение. На них сиял энтузиазм и оживление. Их брови были приподняты в живом предвкушении чего-то вроде успешных полевых учений в школе кандидатов. Они были честными и исполненными решимости сделать все возможное или погибнуть в бою. По мне, так эти молодые офицеры выглядели скорее трагично в своем наивном простодушии и неведении относительно того, что лежит у нас всех впереди. Офицеры-новички несли тяжелую ношу. Им не только приходилось в первый раз идти в бои со всеми его ужасами и неизвестностью, условиями, которые не сможет воспроизвести даже самое лучшее обучение. Но они были неопытными офицерами. Бой становился лакмусовой бумажкой, столкнуться с ответственностью и оказаться на месте командира среди закаленных бывалых морпехов в столь гордой элитной дивизии, как первая, было пугающим заданием для любого молодого лейтенанта. Никто среди личного состава им, мягко говоря, не завидовал. Во время длительных боев на Окинаве у нас, в отличие от Пилелиу, сменилось множество новеньких лейтенантов. Они оказывались ранеными или убитыми с такой регулярностью, что большинстве из них мы едва ли знали что-то кроме позывного и видели их стоящими на своих ногах лишь раз или два. В бою мы ожидали тяжелых потерь среди рядового состава, но наши офицеры выбывали так часто, что мне стало казаться, что должность второго лейтенанта в стрелковой роте на современной войне утратила свой смысл. После того, как командир распустил младших офицеров, они вернулись к своим взводам и ознакомили личный состав с готовящимся наступлением. Мак бодро и четко изложил указания Бёрджину и остальным унтер-офицерам минометного отделения. Они, в свою очередь, рассказали нам, к чему готовиться. Было приятно видеть Мака, оставившим свое бахвальство. Мы должны были получить максимум поддержки от нашей тяжелой артиллерии и других войск. Раненым будет оказана немедленная помощь. Так что мы подготовили снаряжение и с беспокойством ждали. Ко мне зашел один мой приятель из взвода, который, в числе прочих, должен был на следующий день участвовать в наступлении. Мы сидели возле минометной ямы на касках в грязи и вели долгий разговор. Я зажег свою трубку, а он сигарету. На нашем участке было тихо, так что некоторое время нас ничто не отвлекало. Он изложил мне свою душу. Он подошел ко мне из-за нашей с ним дружбы и из-за того, что я был ветераном. Он рассказал мне, что ужасно боится предстоящей атаки. Я сказал, что все боятся, но я знал, что он будет находиться на более уязвимой позиции, чем многие из нас, потому что его взвод должен был участвовать в прорыве. Я изо всех сил старался подбодрить его. Он был настолько напуган и подавлен сражением в предыдущий день, что пришел к выводу, что по всей видимости не переживет следующего дня. Он доверил мне свои самые сокровенные мысли и тайны о своих родителях и о девушке в Штатах, на которой он собирался жениться после войны. Бедный парень не просто боялся смерти или увечья. Мысль о том, что он может никогда не вернуться к тем, кого так сильно любил, приводила его в состояние близкое к отчаянию. Я вспомнил, как лейтенант Хил Билли Джонс успокаивал и утешал меня во время первоначального шока на Пилелю и попытался проделать то же самое для своего друга. В конце концов, ему на вид полегчало, или же он смирился со своей судьбой, какая бы она ни была. Мы встали, пожали друг другу руки, и он медленно пошел к своей ячейке. В нашем разговоре не было ничего уникального. Тысячи их каждый день происходили между пехотинцами, обреченными отправиться в хаос и ад наступления. Но это отражает ценность товарищества между бойцами, стоящими лицом к лицу с трудностями и постоянной опасностью. Дружба была единственным утешением, что мог позволить себе военнослужащий. Странными выглядели дела, которыми бойцы занимали себя после того, как оружие и снаряжение были собраны для предстоящего наступления. В учебном лагере нас учили, что на лямках рюкзаков нельзя оставлять никаких висящих концов. Все болтающиеся лямки на рюкзаке морпеха назывались ирландскими подвесками. Почему ирландскими, я так и не понял, и приводили к дисциплинарному взысканию или разносу от сержанта-инструктора. Так что, чисто по привычке, как я полагаю, мы аккуратно сворачивали все свободные концы лямок и приводили рюкзаки в порядок. Затем всегда следовала небольшая чистка и полировка личного оружия с помощью зубной щетки, которую большинство из нас носило с собой для этой цели. Морской пехотинец всегда также мог подтянуть завязки на гетрах. Такими банальностями обреченные бойцы занимали себя, как будто то, куда им предстояло направиться, поднявшись из своих ячеек, было строевым смотром, а не вечным забытьем. Наше наступление 3 мая оказалось отчасти успешным. В предшествующий день нашим минометам удалось подавить японские тяжелые пулеметы, что позволило роте продвинуться до следующей гряды возвышенностей. Но мы не смогли удержать холмы. Огонь вражеских тяжелых пулеметов и минометов заставил нас отступить примерно на 100 метров. Таким образом, мы отвоевали около 300 метров за весь день. Мы вышли на спокойный участок позади линии фронта задолго до темноты. Прошла новость, что из-за тяжелых потерь в боях за два предыдущих дня рота К на некоторое время перейдет в батальонный резерв. Мы окопались вокруг батальонного медпункта для его обороны. Наши раненые все еще возвращались с дневного боя, когда мы занимали позиции. К моей большой радости я увидел своего друга, с которым вел разговор днем ранее. Он имел довольный и торжествующий вид и сердечно пожал мне руку, когда команда носильщиков несла его мимо с кровавым бинтом на ноге. Господь или случай, в зависимости от веры, спас его жизнь и облегчил его ношу дальнейших страхов и ужас обоев, наградив его ранением на миллион долларов. Он исполнил свой долг и война для него закончилась. Он испытывал боль, но он был счастливчиком. Многим из нас не так повезло за последние пару дней. Контратака Мы устроились в своих ячейках на ночь, чувствуя себя более свободно вдали от линии фронта и на спокойном участке. Мой сосед по ячейке нес первую вахту, так что я провалился в сон, уверенный, что мы проведем более или менее спокойную ночь. Я проспал недолго, как он разбудил меня со словами «Квалда, просыпайся, нипы что-то затевают». Испуганный, я проснулся и инстинктивно вытащил из кобуры свой сорок пятый. Я слышал резкий приказ «Будьте готовы летело слишком много». «В чем дело?» спросил я беспокойно. «Без понятия», ответил мой товарищ, «но на позициях творится какая-то чертовщина. Наверное, джапы устроили контратаку». По усиливающейся стрельбе, как вражеской, так и нашей, было ясно видно, что затевается что-то серьезное. Пока мы ждали в своих ячейках, надеясь получить новости о происходящем, плотный пулеметный и минометный огонь внезапно загрохотал на некотором расстоянии справа от нас, позади того места, где позиции первого полка морской пехоты выходили к морю. С нашего невысокого бугорка мы видели потоки американских пулеметных трассеров, летящих прямо в море в мрачном свете 60-миллиметровых осветительных мин. Это могло означать лишь одно. Противник проводил морской десант, пытаясь высадиться на берег в тылу правого крыла первого полка морской пехоты, который стоял на правом фланге первой дивизии. «Должно быть, жапы провели встречный десант, первый полк задал им жару», сказал кто-то. «Смогут ли наши товарищи из первого полка остановить атаку?» Этот вопрос вертелся в голове у каждого, но один из бойцов сказал уверенно, понизив голос, «Готов спорить, первый полк надерет им заднице». Мы надеялись, что он окажется прав. Из того, что мы знали, было ясно, что если японцы высадятся на берег на нашем правом фланге и проведут сильные контратаки слева из фронта, то вся наша дивизия может оказаться отрезанной. Мы сидели с опасениями и вслушивались во тьму. Как будто обстановка и без того не была достаточно брачной, пришел приказ «Приготовиться к возможной высадке японского воздушного десанта! Это касается всех! Глядите в оба!» Моя кровь обратилась в лед, текущий по жилам, и меня буквально затрясло. Мы не боялись японских парашютистов самих по себе, но вряд ли они оказались бы круче закаленной японской пехоты. Но страх оказаться отрезанными от остальных американских войск с вражеской территорией в тылу наполнял нас ужасом. На Пелелю по ночам нам приходилось тщательно глядеть вперед, назад, направо и налево. Но в ту ночь на Окинаве нам приходилось всматриваться даже в темное небо в поисках парашютистов. Мы постоянно жили в страхе смерти или увечья, но возможность оказаться окруженным врагами и быть при этом раненым, неспособным защитить себя, раздирала мою душу. Враг славился своей жестокостью. Два японских самолета в течение ночи пролетели над нами. Мы узнали их по звуку моторов. Я испытал ужас, какого не знал до той поры. Но они пролетели, не сбросив парашютистов. Это были бомбардировщики или истребители, летящие атаковать наши корабли у побережья. Японская и американская артиллерийская стрельба слева от нас грохотала и ревела с пугающей интенсивностью, заглушая треск пулеметов и винтовок. Справа от нас части первого полка морской пехоты еще довольно долго вели ружейный и минометный огонь по морю. Мы слышали редкую винтовочную стрельбу в тылу. Это нас беспокоило, но какой-то оптимист сказал, что это по-видимому просто охочие до стрельбы тыловики стреляют по теням. Прошел слух, что некоторое количество вражеских солдат прорвались сквозь армейскую линию обороны слева от нас. Это была длинная ночь, ставшая еще длиннее из-за неопределенности и неразберихи вокруг нас. Я переживал смешанные чувства. С одной стороны, я был рад находиться в стороне от боя, а с другой, я волновался за американцев, принявших на себя всю ярость вражеской атаки. При первых лучах рассвета мы услышали японские самолеты, атакующие наши корабли, и увидели, как флот ведет зенитный огонь. Несмотря на воздушную атаку, крупнокалиберные корабельные орудия продолжали плотный огонь по японцам на суше. Справа и позади нас огонь наших пехотных частей ослабевал. Мы узнали, что по рации сообщили о том, что первый полк морской пехоты уничтожил в воде сотни японцев, когда те пытались высадиться позади фланга нашей дивизии. Редкая стрельба говорила нам о том, что некоторое количество врагов проникло на берег, но основная угроза отступила. Наша артиллерия усиливала поддерживающий огонь впереди нас, и нам объявили, что в течение дня наша дивизия пойдет в наступление. Мы, однако, должны были оставаться на месте, приказ, который мы сочли наиболее уместным. Пришла новость, что армейские части слева от нас сдержали основную часть японского наступления, но дела на том участке по-прежнему обстояли скверно. Некоторое количество врагов прорвалось, а остальные продолжали атаковать. Пока 3-5 стоял в резерве, первая дивизия морской пехоты начала наступление по фронту, и мы слышали, что она встретила ожесточенное сопротивление. Мы получили приказ вести наблюдения в поисках врагов, которые могли проскользнуть вокруг фланга дивизии ночью, но их не оказалось. В это время противник провел массированную воздушную атаку против нашего флота. Мы видели, как камикадзе прорвался через плотную завесу зенитного огня и спикировал на крейсер. Огромное облако белого дыма поднялось на сотни метров в воздух. Вскоре мы узнали, что это был крейсер Бирмингем, и он понес значительный ущерб и потери в составе экипажа. Глава одиннадцатая Снаряды и взрывы Сильные дожди, начавшись 6 мая и продлившись до 8 мая, стали предвестниками того грязевого кошмара, который нам предстояло терпеть, начиная с конца второй недели мая до конца месяца. Наша дивизия достигла берегов Осад Агавы ценой потери 1400 человек убитыми и ранеными. Я понял, что мы понесли тяжелые потери в первую неделю мая по большому количеству раненых, что я видел на том небольшом участке, где мы вели боевые действия. 8 мая нацистская Германия безоговорочно капитулировала. Нам сообщили эту важную новость, но с учетом наших собственных невзгод и опасностей, никому до нее особо не было дела. Ну и что? Было типичным ответом, что я слышал вокруг. Мы приготовились к тому, что японцы на Окинаве будут драться до последнего человека, и что Япония должна быть захвачена с той же мрачной перспективой. Нацистская Германия с тем же успехом могла бы находиться на Луне. Что в День Победы в Европе впечатлила меня больше всего? Ужасающий громовой артиллерийский обстрел с суши и моря. Снаряды со свистом, ревом и грохотом летели в сторону японцев. Я подумал, что это подготовка к запланированному на следующий день наступлению. И много лет спустя я где-то прочел, что обстрел вражеских целей был произведен не только для разрушительного эффекта, но и как салют в честь Дня Победы. Шестая дивизия морской пехоты заняла позиции справа от нас, а наша дивизия немного сместилась влево. Так мы оказались в середине американского фронта. Когда мы скорчились в своих грязных ячейках под холодным дождем, прибытие шестой дивизии морской пехоты и массированный артиллерийский огонь больше сделали для нашего духа, чем новости из Европы. Пятый полк морской пехоты подошел к деревне Докесси и наткнулся на сильную оборонительную систему на участке впоследствии известном как котел Авача. Говорили, что мы приближаемся к главной японской линии обороны, линии Сюри, но Авача и Докесси противостояли нам еще до того, как мы добрались до главных возвышенностей линии Сюри. Когда наш батальон окопался перед Авачем, наши минометы разместились на склоне небольшого пригорка примерно в 75 ярдах позади линии фронта. Проливной дождь создавал нам дополнительные проблемы помимо холода. Наши танки не могли подойти, чтобы нас поддержать. Множество припасов приходилось подвозить амтраками, потому что джипы и тягачи буксовали в мягкой земле. Патроны, ящики с пайками и пятигаллонные канистры с водой подвозили к нам настолько близко, насколько это возможно. Но из-за грязи в неглубокой ложбине, пролегавшей позади миномётного отделения, все припасы сгружались примерно в 50 ярдах от нас на складе по другую сторону ложбины. Рабочие бригады выходили, чтобы поднести припасы со склада через ложбину к стрелковым взводам и миномётному отделению. Переноска боеприпасов и пайков — это то, что ветераны проделывали множество раз до того. Вместе с остальными я преодолевал склоны и подъёмы на невероятно изрезанном ландшафте пилелю, в удушающей жаре, перетаскивая патроны, пайки и воду. Подобно переноске носилок, это была изнурительная работа. Но теперь я впервые участвовал в рабочей бригаде в глубокой грязи, и это превзошло по тяжести любую работу, что я исполнял когда-либо. Все боеприпасы были, ясное дело, тяжёлыми, но некоторые перетаскивать было легче, чем другие. Мы хвалили производителей ящиков для ручных гранат и патронных лент. Первые были деревянными, с удобными верёвочными ручками с каждой стороны. Последние были металлическими и имели складную ручку на верхней стороне. Но мы проклинали тех недоумков, которые делали деревянные ящики, в которых приходили винтовочные патроны 30-го калибра. Каждый ящик вмещал около тысячи патронов. Они были тяжёлыми и имели лишь небольшие вырезы на противоположных сторонах. Это позволяло двум носильщикам, обычно необходимым для переноски удерживать его лишь кончиками пальцев. В бою мы потратили немало времени, на своих плечах перетаскивая эти тяжёлые боеприпасы к тем местам, где они были нужны. Местам, зачастую совершенно недостижимым для машин и вытаскивая их из коробок и ящиков. На Окинаве это зачастую приходилось проделывать под вражеским огнём, в проливной дождь и по колено в грязи целыми часами. Подобное занятие доводило пехотинцев, измотанных физическим и психическим стрессом боя, почти до изнеможения. Огромное количество книг и фильмов о войне игнорируют эту неприятную сторону войны для пехоты. По ним может сложиться впечатление, что боеприпасы всегда были под рукой там, где они нужны. Возможно, именно моему подразделению выпала особенно большая доля подноса боеприпасов на Пелелио из-за жары и пересечённой местности и на Окинаве из-за глубокой грязи. Но эта работа стала тем, что ни один из нас никогда не забудет. Она изматывала, деморализовывала и казалась бесконечной. На этих позициях близ Авача те из нас, кто был отрежён в рабочую бригаду, сделали пару ходок через ложбину, когда ручной пулемёт Намбу открыл огонь из укрытия слева от нас. Я находился примерно на полпути через ложбину и не особенно спешил, когда японский пулемётчик выпустил по ложбине свои первые очереди. Я бросился бегом, скользя и, поскальзываясь в грязи, к укрытому месту, где находился наш склад боеприпасов. Пули злобно щёлкали вокруг меня. Бойцы, шедшие со мной, тоже оказались везучими, и мы все бросились под прикрытие пригорка за складом боеприпасов. Вражеский пулемётчик был хорошо замаскирован в конце ложбины слева от нас и имел бы хорошую зону обстрела, если бы кто-то пошёл туда, где находились мы. Мы были обречены нести потери от этого пулемёта, если бы продолжили ходить туда-сюда. Однако нам следовало поднести боеприпасы для приближающегося наступления. Мы глядели через ложбину в сторону миномётного отделения и увидели, как Рэддифер кинул фосфорную гранату, чтобы заслонить нас дымовой завесой, пока мы будем перебираться обратно. Он кинул ещё несколько гранат, которые взорвались с приглушённым бум и вспышкой. Густые облака белого дыма заклубились и повисли почти неподвижно в тяжёлом туманном воздухе. Я схватил в каждую руку по металлическому ящику с минами. Все остальные тоже схватили какую-нибудь ношу. Мы приготовились бежать. Намбу продолжал стрелять сквозь затянутую дымом низину. Мне, как и остальным, крайне не хотелось выходить, но мы видели, как Рэддифер стоит в ложбине и бросает всё новые гранаты, чтобы нас укрыть. Я почувствовал себя трусом. Мои товарищи, должно быть, чувствовали себя так же, когда мы встревоженно переглянулись. Кто-то обречённо сказал «Вперёд, бегом и держите дистанцию в пять шагов». Мы кинулись в дымный, мутный воздух. Я втянул голову в плечи и стиснул зубы, а пулемётные пули щёлкали и свистели вокруг нас. Я ожидал, что меня вот-вот ранит, остальные тоже. Я не был храбрецом, им был Рэддифер, но я скорее предпочёл бы рискнуть ранением, чем сдрейфить при том, как он подвергал себя опасности, чтобы прикрыть нас. Если бы его ранило в то время, как я прятался в безопасности, то это, я знал точно, преследовало бы меня до конца дней. Ну, то есть, если бы мне удалось долго прожить, что с каждым днём становилось всё менее вероятным. Дым скрыл от нас пулемётчика, но он продолжал выпускать положбе непрерывистые очереди, чтобы не дать нам пройти. Мы промчались за пригорок и побросали тяжёлые ящики в грязь. Мы благодарили Рэддифера, но он, казалось, был больше занят решением насущной проблемы, чем разговорами. «Дружище, у этого джапа самый натренированный палец, когда-нибудь слышал? Слышишь, какие короткие очереди он делает?» Сказал один мой товарищ. Тяжело дыша, мы прислушались к пулемёту, отчасти в страхе, отчасти в восхищении от искусства японского стрелка. Он продолжал стрелять вдоль тыла наших позиций. Каждая очередь состояла из двух или трёх выстрелов и прерывалась. Та-тат, та-тат, та-тат. Сразу после этого мы услышали шум танкового мотора неподалёку за лошбиной. Не говоря ни слова, Рэддифер помчался на звук через лошбину. Он проскочил благополучно. Мы смутно видели сквозь плывущий дым, как он разговаривает с танкистами. Вскоре мы увидели, как он медленно возвращается, подавая танкистам сигналы руками и направляя тяжёлый шерман через лошбину. Намбу продолжал стрелять вслепую сквозь дым, пока мы с волнением наблюдали за Рэддифером. Он, казалось, не торопился и благополучно добрался до нас вместе с танком. Танкисты согласились стать для нас щитом при наших опасных перебежках. Несколько наших шли, пригнувшись за долгожданным укрытием, а танк ездил туда-сюда через лошбину, всё время находясь между нами и вражеским пулемётом. Мы взваливали на себя боеприпасы и медленно двигались через прочесываемую пулемётным огнём лошбину, прижимаясь к борту танка, подобно тому, как цыплята держатся за курицей. Мы продолжали действовать таким образом, пока все боеприпасы не были перенесены. В войсках часто звучит мнение, что вопрос о том, будет ли кто-нибудь из бойцов награждён за выдающееся поведение в бою, зависит в первую очередь от того, кто видел совершённый им поступок. Это, без сомнения, сбылось в случае с Реддифером и тем, что он сделал, чтобы доставить боеприпасы через лошбину. Я видел, как других награждают и за меньшее, но Реддифер оказался не столь удачлив, чтобы получить официальную похвалу, который заслуживал. Случилось прямо обратное. Когда мы закончили возню с перетаскиванием боеприпасов через лошбину, подошёл один первый лейтенант, которого по несчастной случайности назначили в роту Ка. Мы называли его просто Тень. Высокий, тощий парень, он был самым неряшливым морским пехотинцем среди офицеров и рядовых, что я когда-либо видел. Его форма висела на нём словно старое негодное тряпьё на огородном пугале. Поясной ремень болтался на талии, словно поясок от халата. Крышка на офицерской сумке хлопала и на всех лямках свисало больше ирландских подвязок, чем у любого новобранца в учебном лагере. Я никогда не видел, чтобы Тень носил гетры. Штаны у него были неровно закатаны на тощих лодыжках. Он набок, словно какой-то огромный колпак. По какой-то причине он часто носил свою каску под левой рукой, прижатой к боку, словно футбольный мяч. На голову он надевал зелёное камуфляжное кепе, которое большинство из нас носили под каской. Но его кепе было разорвано поперёк верхушки, так что тёмные волосы торчали из дыры, словно солома сквозь внешний вид. Раздражительный, неуравновешенный, в высшей степени возбудимый, он ругался на опытных бойцов-ветеранов хуже, чем строевые инструкторы в учебном лагере. Если он был в чём-то недоволен морпехом, то не делал ему выговор, как остальные офицеры. У него начинался припадок. Он срывал с головы кепе, швырял его на землю, топтал его ногами и проклинал всех, кого видел. Опытному сержанту, который сопровождал тень, приходилось стоять во время этих вспышек гнева, раздираемым желанием отчитать нас, если он чувствовал это своим долгом, и смущенным неодобрением из-за ребяческого поведения офицера. Сказать по правде, я не знаю, насколько грамотным офицером считался тень у своего начальства. Излишне пояснять, что его не особенно уважали среди рядового состава, просто из-за недостатка самообладания. Но он был смелым, отдаю ему должное. Так вот, тень закатил истерику в ответ на то, что Рэддифер сделал для облегчения доставки боеприпасов через ложбину. Это была лишь первая из многих сцен, что мне пришлось наблюдать, и они никогда не переставали удивлять меня, как и вызывать неприязнь. Он подошел к Рэддиферу и обрушил на него такой поток ругательств, что те, кто были не в курсе, могли бы подумать, что Рэддифер был трусом, который дезертировал со своего поста перед лицом противника, а не совершил отважный поступок. Тень вопил, жестикулировал и ругал Рэддифера за подставление под огонь без нужды, когда тот бросал в ложбину дымовые гранаты и когда вышел навстречу танку. Рэддифер слушал молча, но был явно обескуражен. Мы глядели, не веря себе. Мы ожидали, что тень похвалит морпеха за проявленную храбрость и инициативу под огнем. Но мы видели разбушевавшегося, раскричавшегося офицера, проклинающего бойца за поступок, который любой другой офицер счел бы подвигом. Это было столь неописуемо нелогично, что я просто не верил своим глазам. Наконец, выплеснув свою ярость на морпеха, который по праву заслуживал похвалы, тень зашагал прочь, брюзжа и ругаясь на личную коллективную тупость рядового состава. Рэддифер ничего не сказал, он просто смотрел вдаль. Мы, однако, долго ворчали. По мере приближения полудня 9 мая все пребывали в напряжении из-за предстоящего наступления. Нам выдали боеприпасы, бойцы собрали свое снаряжение и занимались последними приготовлениями. Подтягивали патронташи, лямки от рюкзаков, гетры и винтовочные ремни. Все эти мелкие и бессмысленные жесты отчаяния, снимающие напряжение перед надвигающимся кошмаром. Мы заранее пристреляли миномет по намеченным целям и сложили разрывные и фосфорные мины подальше от грязи на куски ящиков, чтобы они были под рукой. Земля достаточно высохла, чтобы наши танки могли маневрировать. Несколько из них стояли с моторами на холостых оборотах, с открытыми люками, и танкисты ждали. Ждали, как и все остальные. Война — это в первую очередь ожидание. Солдаты сидели вокруг молча с потухшими лицами. В роту поступило несколько новичков, чтобы восполнить наши недавние потери. Эти новички выглядели еще более растерянными, чем остальные. Тяжелые орудия периодически стреляли все утро, но потом замолчали. Было не особенно шумно, пока мы ждали начала артиллерийской подготовки. Затем артподготовка началась. Тяжелые снаряды засвистели над головой по мере того, как каждая батарея и каждая корабельная башня начала обстреливать японскую оборону Авача впереди нас. Поначалу мы могли опознать каждый тип снаряда. 75-миллиметровые 105 и 155, а также корабельные пятидюймовки, когда они включились в стальной шторм. Мы видели в небе наши самолеты, корсары и пикирующие бомбардировщики. Начался авианалет. Самолеты пикировали, выпускали ракеты, сбрасывали бомбы и обстреливали участок впереди нас. Взрывы гудели и громыхали до тех пор, пока уши самых опытных ветеранов не потеряли способность слышать. Начали падать вражеские снаряды и мины. Японцы пытались сорвать наступление. Новички выглядели совершенно ошалевшими посреди хаоса. Я вспоминал свой первый день в бою и сочувствовал им. Уже сама подготовительная бомбардировка была зрелищем, пугающим и устрашающим даже для ветеранов, что уж говорить о новичках. Вскоре пришел приказ «Минометное отделение приготовиться!» Мы взяли азимуту Бёрджина, который стоял на наблюдательном посту, чтобы замечать цели и направлять наш огонь. Несмотря на то, что наши 60-мм мины были маленькими в сравнении с огромными снарядами, проносящимися над головой, мы могли стрелять вплотную к фронту роты. Куда более крупные минометы и артиллерия не могли выпускать снаряды, не подвергая опасности наш личный состав. Близость накладывала на нас двойную ответственность, умело стрелять и не допускать недолетов. Мы выпустили лишь несколько мин, когда снафу принялся проклинать грязь. С каждым выстрелом отдача вдавливала плиту миномета в мягкую почву орудейной ямы, и у нас возникали сложности с настройкой ватерпассов, чтобы восстановить верный прицел по прицельным вешкам. Завершив первую огневую задачу, мы быстро переставили миномет немного вбок, на более плотную почву и перенацелили его. На Пелелиум нам зачастую приходилось держать плиту и сошки на коралловой скале, чтобы они при отдаче не отпрыгивали, сбивая прицел миномета на перелет. На мягкой, влажной почве Окинавы происходило ровно обратное. Отдача с каждой выпущенной миной вдавливала плиту миномета в землю. Эта проблема усугубилась по мере того, как в течение мая усиливались дожди, и земля становилась все мягче и мягче. Пришел приказ прекратить огонь и быть наготове. Авианалет закончился, артиллерия и корабельное орудие умолкли. Танки и наши стрелки выдвигались в составе танково-пехотных групп. Наступление 3.5 и 3.7 шло гладко первые пару сотен метров, а затем плотный огонь японцев с левого фланга остановил атаку. С нашего наблюдательного поста нам приказали выпустить дымовые мины, потому что с левого фланга по нашим войскам велся плотный огонь. Мы быстро выпустили фосфорные мины, чтобы заслонить бойцов от вражеских наблюдателей. Наши позиции приняли на себя немалую долю японского контрбатарейного огня из 90-мм минометов. Нам нелегко было вести огонь, когда вокруг рвались эти тяжелые 90-мм мины. Осколки свистели в воздухе, а взрывы разбрасывали грязь в стороны. Но мы должны были продолжать стрелять. На стрелков с фланга обрушился ад, и их надо было поддержать. Наша артиллерия снова открыла огонь по вражеским позициям, чтобы помочь попавшим в опасность стрелкам. Мы всегда могли понять, наносим ли мы японцам урон своими минометами по количеству контрбатарейного, минометного и артиллерийского огня, которые они направляли на нас. Если мы не наносили им ущерба, они нас обычно игнорировали, кроме тех случаев, когда считали, что смогут нанести нам тяжелые потери. Если японский контрбатарейный огонь служил верным индикатором наносимого нами урона, то в ходе кампании на Акинаве мы были удовлетворительно эффективны. Во время наступления на Авача 9 мая рота Ка понесла тяжелые потери. Обычное зрелище окровавленных, полубессознательных, раненых людей, отупевших от шока, переносимых или идущих к медпункту в тыл. Так же были и погибшие. Необычные взволнованные вопросы о судьбе друзей. Мы все обрадовались, когда пришла новость о том, что 3-5 переходит в резерв 7-го полка морской пехоты. Так и случилось через пару дней. 7-й полк сражался за хребет Дакеси справа от нас. Битва за Авача кипела слева от нас. Мы окопались на ночь во влажной земле. Наши минометы не устанавливались. Нам предстояло действовать как стрелкам и наблюдать за открытым пологим склоном долины. Чуть выше нас два других минометных отделения окопались двумя параллельными линиями в 20 футах одна от другой и перпендикулярно вершине возвышенности. Нам выдали воду и пайки и раздали почту. Почта обычно хорошо прибавляла настроение, но не в этот раз. Моросил нескончаемый холодный дождь. Мы все устали, и мой боевой дух был не на высоте. Я сидел на каске и читал письмо от своих родителей. Я узнал, что Дикон, мой любимый Спаниэль, попал под машину, сумел приползти домой и умер у моего отца на руках. Дикон был моим постоянным компаньоном в течение нескольких дней перед тем, как я покинул дом и ушел в колледж. Там, под звуки плотного обстрела, посреди страданий и смерти тысяч людей, крупные слезы катились по моему лицу от того, что Дикон умер. Продолжение следует...